В поликлинику, как в сказку, в Киеве появилась необычная стоматология для детей, пациентов. Там встречают героя любимых мультфильмов, а само лечение как продолжение игры. Креативную клинику видели и наши корреспонденты. Запах медикаментов, длинные очереди перед кабинетом и раздражающий звук бормашины. Это привычная атмосфера для стомат-поликлиник постсоветского образца. Между ними и частной практикой бездна. Наша клиника на сегодняшний день открывает два новых отделения. Эстелайн Элит и Эстелайн Китс. Потому что таких специализированных клиник, которые обслуживают отдельно детей, очень мало. А это очень большое значение имеет для сегодняшней стоматологии. Это всегда самое современное оборудование, самые современные материалы, самые передовые технологии. Эти передовые технологии клиника используют и на передовой, на востоке страны. Например, такие мобильные стоматологии, кабинет на колесах, не раз помогал украинским военным. Ребята сразу шли буквально, можно сказать, с окопов, с оружиями. Ставили ружья здесь, садились в кресло, обслуживались. И получали квалифицированную стоматологическую помощь. На передовой Алексей был уже несколько раз. Признается, за время работы сроднился со своим рабочим кабинетом. В данном случае стоматологическое кресло, полноценно работающее, как, скажем так, по-военному, на гражданке. Мы привыкли работать в абсолютно разных условиях. А здесь полноценный стоматологический кабинет. Лечат солдат бесплатно. Мы уже лечили больше 700 солдатов. И каждая поездка, ну, около 60-100 солдатов каждый раз мы лечим. Пока в Украине война, я не собираюсь зарабатывать деньги. Проект мобильных кабинетов единственный в своем роде, как и подход к лечению детей, уверяет в новосозданной клинике. Создал отдельную клинику детскую для детей с аниматорами. В каждой комнате есть отдельная история, отдельная тематика. Красиво, просторно. Везде продолжается определенная сказка. Каждая комната имеет свою сказку. Здесь, грубо говоря, Алиса в стране чудес. Подобных кабинетов в клинике еще четыре. В каждом своя атмосфера. Первых пациентов собираются принять через несколько дней. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.